Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск программы «События» в студии Ларисы Шалафаст. Все самое интересное за прошедшую неделю в нашем выпуске. Вначале коротко о главных темах. Тепло в каждый дом. Когда прогреются батареи во всех самарских многоэтажках? Более 6 миллиардов рублей получит Самарская область из федерального бюджета. На что направят дополнительные средства? Виртуозное мастерство и культура обслуживания. В Самаре подвели итоги всероссийского конкурса и выбрали лучшего водителя троллейбуса. Самара готовится к зиме. В этом году в городе обновили рекордный километраж теплотрасс. Как идет подключение, проверила глава города Елена Лапушкина. Все ли дома успеют подключить до наступления холодов, узнал Олег Зверев. Это самая большая перекладка теплотрассы в Самаре, начиная с советских времен. Монтажные работы уже завершены. Начинается подключение к магистрали. Квартал на улице Пензенской сейчас снабжается по резервной схеме. В эти выходные задвижка будет переведена на основную. Объект находится в абсолютно заключительной стадии. Мы готовимся к завтрашнему дню, к отключению, к переврезке. Бригада в данном случае собирает, сейчас укрупняет схему. На завтрашней ночью также производим отключение магистрали. Приводим переврезку и начинаем подавать тепло уже по постоянной схеме во все дома. Более 22 километров трубы в двух направлениях переложили за этот сезон в Самаре. Деньги на масштабные обновления были выделены после июньского постановления правительства России о присоединении Самары к единой ценовой зоне теплоснабжения. Оперативно пересмотрели инвест-проекты и сроки обновления теплосетей. Такую задачу обозначил в своем послании губернатор Дмитрий Азаров. 22 километра – это расстояние от Красной Глинки и до аэропорта. Такой длинной теплотрассу в этом году заменили в Самаре. А складывается она из вот таких вот участков, где положили новые трубы. И если раньше для окрестных кварталов перебои с отоплением зимой были нормой жизни, то теперь погода в доме гарантирована как минимум на 30 лет. Большая часть самарских трубопроводов были проведены еще в советские годы. Возникают новые жилые районы. Только за 4 года пятилетки в Куйбышеве сдано в эксплуатации более 2 миллионов квадратных метров жилой площади. Сегодня старые трубы изношены. Новые жители воспринимают как признак комфортной зимовки. Работают молодцы. С 8 часов даже раньше приходят. И пока не стемнеет. Уже фонари загорелись, тогда они уходят. Но надеюсь сейчас обещать на 30 лет нам это сделать. Поэтому будем жить хорошо, в тепле. Как идет подключение, глава города контролирует на месте. Сегодня есть все возможности перейти к новым стандартам бесперебойного теплоснабжения. Откладывать по срокам недопустимо. На тех перекладках, которые мы видели, сегодня отключат горячую воду. И уже резервную схему будут менять на постоянную схему. И к воскресенью появится и горячая вода, и отопление. И на этой перекладке будут завершены. Останется только вопрос об логоустройстве. Что даст? Даст стабильную работу. Даст нормальное отопление. Даст нормальную подачу горячей воды. И люди уже не будут зимой переживать за то, что может где-то порваться. Это участок на улице Скляренко. Здесь заменили 2 километра 364 метра теплотрассы. В ближайшие часы в домах потеплеет. Премянку сейчас отключили, делают перевеску. И в ночь уже заполнение пойдет? Да, конечно. А это улица Советской Армии. Работы проведены ниже Новосадовой. Обновленный полукилометровый участок будет обеспечивать теплом кварталы новостроек и школу. В общей сложности проведенная перекладка улучшит теплоснабжение десятков тысяч самарских семей. Олег Зверев, Василий Колдашов, Константин Головин. События. Дополнительная транспортная развязка появится в Красноглинском районе Самары. На строительство нового моста через реку Сок из федеральной казны выделили еще 500 миллионов рублей. Теперь завершить работы по реконструкции объекта удастся досрочно. На одной из важнейших строек региона побывала Ольга Павлова. Двухкилометровая дорожная переправа длиной более 300 метров. Новый двухполосный мост строят параллельно существующему, возведенному 30 лет назад. Сейчас идут работы по сборке пролетных строений, устройству опор и бурению своей фундамента. Производится укладка асфальтобетонного покрытия со стороны поселка Волжский. Предполагается, что после сдачи нового моста старый закроют на ремонт. А по завершению всех работ по реконструкции мостовых переходов, по одному из мостов машины будут двигаться в сторону города, а по другому в противоположном направлении. Таким образом, переправа решит проблему пробок на выезде с Красноглинского шоссе. Общий вес пролетного металлического строения – 1600 тонн. Новый мост станет точной копией предыдущего. Но в отличие от брата-близнеца, с более современной и прочной опорой, высота которой достигнет 18-20 метров. После того, как завершатся основные работы по установке, металлоконструкцию покроют дорожной одеждой. Двумя слоями асфальтобетона и произведут гидроизоляцию. Существующий мост у нас металлический тоже, то есть соблюдение архитектурных тенденций. То есть, получается, по пролетам у нас новый мост, он копирует старый мост. То есть, получается, чтобы и в одном плановом положении было удобно проезжать, и эстетические виды. На выполнение проекта из федерального бюджета направили порядка 2 миллиардов рублей. В настоящее время освоено 700 миллионов, и 500 выделено дополнительно. Это позволяет завершить работу по реконструкции объекта досрочно, уже в этом году. Дополнительное финансирование, которое я сейчас выделил, позволило нам приступить, допустим, к реконструкции существующего моста и выполнять работу уже следующего года. То есть, мы на себя взяли повышенное обязательство в следующем году открыть движение по новому мосту. Новый мостовой переход через реку Сок возводит по тому же принципу, что и Фрунзенский. Из пяти опор весом 40 тонн сегодня установлены 4. Ольга Павлова, Константин Головин. События. Более 6 миллиардов рублей получит Самарская область из федерального бюджета. Большая часть средств пойдет на борьбу с коронавирусом и поддержку безработных. На какие еще статьи расходов направят дополнительные деньги, выяснила наша съемочная группа. Один из основных вопросов повестки первого после каникул заседания Губернской думы – поправки в бюджет. Областная казна получила из федерального центра более 6 миллиардов рублей. Значительная часть средств пойдет на борьбу с коронавирусом. Так, почти 700 миллионов выделят на выплаты медицинским работникам. 607 миллионов направят на дополнительное оснащение больниц. Больше миллиарда рублей направят на материальную поддержку безработных. Еще 641 миллион на выплаты детям в возрасте от 3 до 7 лет. И более 400 миллионов на организацию бесплатного питания школьников. Также дополнительные средства пойдут на реконструкцию моста через реку Сок, на ремонт автомобильных дорог общего пользования. Изменения бюджета направлены, конечно, на стабилизацию в целом экономики Самарской области и на то, чтобы поддержать нуждающиеся категории, которые у нас на сегодняшний день работают. Системные все подходы, даже по изменению бюджета, они направлены именно на защиту человека, на защиту конкретного гражданина. Также на заседании стало известно об организации в регионе 130 дополнительных бригад неотложной медицинской помощи. Сегодня завершается уже подбор кадрового состава. Это будут ординаторы, возможно, это будут студенты наших самарских вузов. Мы обеспечим их необходимым автотранспортом и средствами индивидуальной защиты. Задача этих бригад – выехать к пациенту с клиническими признаками, с температурой, с другими проявлениями, оценить его текущее состояние, принять решение о необходимости госпитализации. В этом случае будет вызываться уже скорая медицинская помощь. На заседании Губернской думы депутаты выбрали нового регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей. Губернатором Дмитрием Азаровым была внесена кандидатура Эдуарда Харченко, которую и поддержали депутаты. Мною будут организованы встречи с предпринимателями нашего региона, на которых я, как уполномоченный, буду детально погружаться в каждую проблематику. Конечно же, нужно будет детально погружаться и смотреть, разбираться. Еще одно важное решение – предпринимателям региона продлят налоговые каникулы. Депутаты Губернской думы одобрили изменения в закон Самарской области о налоговой ставке в размере 0% для отдельных категорий налогоплательщиков. Нулевую ставку по налогам для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей решено продлить до 31 декабря 2023 года. Лариса Шлафаст, Василий Колдашов, События. Чтобы не допустить распространения коронавируса, в городе регулярно проводят дезинфекцию. По поручению главы Самары Елены Лапушкиной, ежедневно обрабатывают общественный транспорт, улицы, парки, скверы, жилые кварталы. Елена Малютина увидела, как проводят дезинфекцию Парка Победы. Сантиметр за сантиметром работник Парка Победы Александр Бурлов дезинфицирует все поверхности, которым может прикоснуться человек. Скамейки, урны, поручни, детские и спортивные площадки. Ежедневно на эту работу он тратит около двух часов и порядка 50 литров специальных средств, рекомендованных Роспотребнадзором. Обеззараживанием территории парка занимается с апреля. Говорит, первое время движения во время работы сковывал защитный костюм. Но теперь он стал второй кожей. И работа Александру нравится, ведь она приносит пользу людям. Здоровье гражданам очень важно. Так что я думаю, что это надо делать. Без этого никуда не денется. Тут же наши дети, внуки отдыхают. В связи с осложнением эпидемиологической ситуации, качество и регулярность дезинфекции на особом контроле у городских властей. Обработку проводят во всех парках и скверах города. На обеззараживающей улице порядка 50 в сутки, всего же их 625. В парках, как в общественных территориях, используют людям для отдыха. Ежедневно производится обработка дезинфицированными средствами элементов благоустройства. Это лавки, площадки, скамейки. Используются для этого ранцевые распылители. Всего в парках работают 8 бригад. Работа производится ежедневно. Еженедельно проводится дезинфекция территорий всех парков с помощью специализированных машин. Без внимания не остаются и фонтаны. Обработкой занимаются специалисты спецремстрой «Зеленхоз». Дезинфекция будет проводиться до тех пор, пока столбики термометра не опустятся до минусовой отметки. Елена Малютина, Николай Сидоров. События. Самарские магазины, в которых не соблюдается масочный режим, могут закрыть. В городе усилили контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора. Помимо торговых точек, под пристальным вниманием кафе, кинотеатры, торговые центры, общественный транспорт, рынки и магазины. В городе регулярно проводятся рейды. В одном из них побывала Елена Малютина. Без маски вход запрещен. Угроза распространения коронавируса по-прежнему высока. Но не во всех торговых точках правила Роспотребнадзора соблюдают. В железнодорожном районе за месяц зафиксировано 83 нарушения в сетевых магазинах и торговых точках. В магазине, расположенном на улице Владимирской, несоблюдение требований Роспотребнадзора фиксировалось неоднократно. Когда появилась угроза временного закрытия, а значит и потери прибыли, руководство стало серьезнее относиться к соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора. В ходе этого рейда представители городских властей нарушения не зафиксировали. Все сотрудники находились в торговом зале в масках и соблюдали социальную дистанцию. Так же, как и покупатели. Я сама переболела, это был ужас какой-то. И еще, как говорится, ну, я выздоровела, но очень сильная слабость. Я с 17-го числа болела, с сентября, и вот только что меня выписали. То есть у вас прямо официально подтвержденный диагноз коронавирус? Ну, не совсем. На КТ мне подтвердилось. Я уже и три маски готова одевать. Страшно за детей, страшно за окружающих, страшно. Я всем советую лучше перестраховаться. Ну, вроде веришь и не веришь. А вот случилось, где-то я поймал. Берегите себя, семьи свои. Соблюдение масочного режима и социальной дистанции в общественных местах на особом контроле губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и главы города Елены Лапушкиной. Сотрудники районных администраций проводят ежедневный мониторинг объектов потребительского рынка. В случае нарушения индивидуальным предпринимателям грозит штраф до 100 тысяч юридическим лицам до 300. При повторном нарушении могут приостановить деятельность до 90 дней и выписать штраф до полумиллиона рублей. Гражданам нарушение санитарно-эпидемиологических требований может стоить от 1 до 30 тысяч рублей. Цель нашей деятельности не собрать как можно штрафных денег. Обязательным атрибутом этого мониторинга является беседа. Как и с гражданами, так и с предпринимателями, директорами, администраторами магазинов, где мы им разъясняем необходимость соблюдения масочного режима и какие могут быть последствия. Нарушают все. И мелкие магазины, и в торговых центрах фудкорты бывают, и сетевые магазины тоже. В Самаре за весь период пандемии коронавируса за нарушение масочного режима и других санитарных требований выписано 280 штрафов почти на 3 миллиона рублей. Елена Малютина, Григорий Пришаков. События. Почти 90% прибыли от въездного туризма. Госбюджет в этом году недосчитается. Такие цифры озвучил Российский союз туриндустрии. В 2019-м за счет зарубежных туристов страна пополнила казну на 10 миллиардов рублей. В этом сумма не превысит 1 миллиарда. Предварительные итоги сезона 2020 подвели самарские турагентства. Гульфия Сафина продолжит тему. Пенсионерка Валентина Пуликова планировала с внучкой весной 2020-го прокатиться по Скандинавии. Путевку и визу оплатила еще в январе. В итоге поездка не состоялась, а деньги оказались заморожены. Ну где-то около 40 тысяч. Просто потеряли на визу? Просто потеряла. За визу оплатила и за самолет. Пролетела. Ну бывает, на старуху проруха. Отмены, возвраты, многоразовые переносы дат. Турагенты говорят, работы сейчас прибавилось, а прибыли такая суета не приносит. В этом году все по-другому, безусловно. Год совершенно необычный. И такого в истории, по сути, не было, наверное, лет 50 в истории туризма, я имею в виду. С марта по июль продаж вообще не было. То есть не то, чтобы там чуть-чуть. Их не было вообще. От въездного туризма также одни убытки. По подсчетам Ростуризма, госбюджет недополучил порядка 7 миллиардов рублей. К январю эта сумма увеличится до 9, уверены аналитики. Летняя передышка в июле, августе и сентябре, когда границы регионов открыли, спасла некоторые туристические компании от банкротства. В лидеры вырвались курорты Краснодарского края и Крым. Как никогда хорошо продавались речные круизы и турбазы Самарской области. Прежде всего пользовались спросом самые недорогие объекты и самые дорогие. Учитывая, что самые дорогие, потому что большое количество наших индивидуальных, скажем, ВИП-туристов все-таки не попали на зарубежные курорты, конечно, они постарались воспользоваться всеми ВИП-объектами по всей России. То есть это и Сочи, и Крым было просто невозможно в июле, в первой половине августа. Вот все было продано до конца августа. Аншлаг на берегах Краснодарского края, по мнению экспертов, был вызван отложенным спросом. Туда отправились те, кто не смог отдохнуть весной и в начале лета. Причем многие предпочли самостоятельный тур на личном авто. Вопреки ожиданиям туроператоров, открытие границы с Турцией не вызвало большого ажиотажа. Часть туристов не захотели по прибытии сдавать тест на ковид, других смутили подросшие цены. К примеру, если до пандемии самый недорогой отель на двоих стоил от 30 до 40 тысяч рублей за неделю, то в этом году 50-70 тысяч. Особенности года повлияли и на длительность сезона. Если год назад в период с октября по ноябрь шла активная продажа бархатных путевок, то в этом году непривычно тихо. Несмотря на то, что стандартные направления этих дней в виде Турции, Мальдив, Египта и Арабских Эмиратов открыты, столпотворения в аэропортах так и не произошло. Это объясняется страхом перед второй волной пандемии, считают эксперты, и опасениями остаться запертыми за рубежом. Гульфия Сафина, Григорий Плешаков. События. В Самаре подвели итоги Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель троллейбуса-2020». В город съехались 36 участников из 32 городов. Лучший получил почетный статус и 300 тысяч рублей. Елена Малютина расскажет подробнее. Лучшим водителем троллейбуса этого года стал Сергей Мамаев из Екатеринбурга. Сергей работает водителем 7 лет. Говорит, конкурс уготовился тщательно. Признается, самым сложным было справиться с волнением. Когда я проехал трассу идеально. Да, время было скоростное вождение. Время было 4.07, по-моему. Я собрался и проехал все чисто. За счет этого я понимал, что я должен оказаться по-любому в призерке. Конкуренция на конкурсе была нешуточная. За победу боролись участники из 32 городов России. Второе и третье место заняли самарские водители Сергей Василенко и Евгений Иркин. Состязание длилось два дня. Претенденты на победу сначала сдали теорию, а потом показали водительское мастерство. Самара принимает всероссийский конкурс «Лучший водитель троллейбуса» впервые за последние 20 лет. Для нас это был праздник. Мы хотели его еще сделать и для наших жителей, чтобы жители видели, что к нам приезжают гости из других городов, смотрят на наши достопримечательности, гуляют. И, конечно, чтобы популяризировать эту профессию, потому что точно понятно, что трамваи и троллейбус – самый экологичный вид транспорта. В начале следующего года в Самаре появится 22 новых троллейбуса. Их закупят на средства национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ими будут управлять лучшие водители ТТУ и, конечно, самарские лауреаты конкурса. Мы предполагаем, что это будут троллейбусы, максимально отвечающие современным требованиям об удобстве и комфорте. Это низкий пол, конечно же, чтобы маломобильным гражданам было удобно. Это приятные сиденья, удобные и выполненные из всех возможных материалов, которые не горючие и так далее. Победителю Всероссийского конкурса профессионального мастерства вручили денежный приз в размере 300 тысяч рублей. За второе место – 150, а за третье – 50. Елена Малютина, Максим Гусев. События. 150 баллонов краски и 8 дней работы. В Самаре нарисовали граффити с портретами трех героев войны. Новый мурал появился на фасаде 28-го дома по улице Урицкого. Историю его возникновения узнала мэри Елчан. На фасаде дома по улице Урицкого, 28, появилось новое граффити. Здесь изображены участник Великой Отечественной войны, народный артист СССР Михаил Пуговкин, летчица Ольга Санфирова и передовик советского авиастроения, герой соцтруда Дмитрий Варфоломеев. Осенью при участии фонда капремонта и Министерства строительства Российской Федерации стартовала акция «Портрет памяти». Идея проекта заключается в том, чтобы изобразить на фасадах многоквартирных домов портреты выдающихся героев войны. Артработа посвящена 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Безусловно, при реализации подобных проектов мы видим, что жители относятся с благодарностью, с какой-то частичкой гордостью к своему дому, поскольку на данном доме вековечена теперь память трех героев войны, поэтому, безусловно, жителями такие проекты воспринимаются положительно. Я живу в соседнем доме, но, по крайней мере, молодежь будет знать наших героев. Пуговкин, Варфоломеев, Санфирова, летчица. Очень здорово. В жизнь воплотили проект художники из Новокуевышевска – Роман Лозовой и Иван Мудрик. Чтобы нарисовать портреты героев, им потребовалось 8 дней и 150 баллонов краски. «Здесь мы хотели подчеркнуть род деятельности каждого героя, и непосредственно, чтобы каждому было ассоциативно понятно, к какой сфере относится данный герой». Новый мурал создали на средства спонсоров. Взносы на капремонт для этих целей не использовались. Мэри Илчан, События. В Самарском зоопарке отметили Всемирный день животных. В России эту дату начали отмечать с 2000 года. В Самарском зоопарке содержится более 2000 особей. В праздник для посетителей провели экскурсию, наградили победителей экологического фотоконкурса. На торжестве побывала и Светлана Кудрявцева. Галина Зяткина работает библиографом, а в свободное время снимает животных и птиц. Часто удается выявить редкие виды, которые на территории региона занесены в Красную книгу. Много нового о природе родного края узнала благодаря фотоконкурсу зимородок, который уже 7 лет проходит в Самарском зоопарке. В этот раз Галина стала победителем. Рассказывает, чтобы сделать ценные кадры, приходится долго ждать в засаде. Если едешь на пруды какие-то, на водоемы, то в тростники слушаешь, кто пищит, голос чей, то есть уши, глаза, стоишь, ждешь. Если раньше удавалось дождаться и снять около 50 различных краснокнижных особей за весной и лето, то в этом году из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, выезжали на фотоохоту реже. Поэтому Галина обнаружила только 30 редких видов насекомых и птиц. Например, вот эту усатую синицу. Она занесена в областную Красную книгу, потому что гнездится на болотах в Самарском регионе. А вот эта красношейная поганка в наших краях пролетом. И тем ценнее сделанный кадр. Фотовыставку Самарский зоопарк подготовил специально ко дню защиты животных. Для посетителей устроили экскурсию, а для детей провели игры и конкурсы. Зоопарк – это один из тех оплотов, который как раз занимается защитой животных. Не на словах, а на деле. То есть удается некоторые виды животных размножить в зоопарке. А также удается некоторые редкие виды, которые попадают в поврежденном состоянии из природы. Например, орлы или совы выпустить обратно в природу. Сегодня в Самарском зоопарке более 2000 особей. Популярностью пользуется медведь-умка, который не уходит в спячку, как это происходит в дикой природе, лев-цезарь и другие хищные и домашние животные. Двугорбые верблюды одомашненные. В дикой природе они встречаются только в пустыне Гоби. Это верблюд Лексус. Ему уже 12 лет, и в день животных его разрешили покормить всем желающим. Игорь Растегаев приехал с семьей в Самару из Тольятти. В зоопарке оказались впервые. Считает, что детей нужно обязательно знакомить с животными. В клетках, конечно, всех не стоит держать, но показать-то как-то надо. И я не думаю, что они здесь живут хуже, чем на воле. Вот верблюд, по-моему, доволен питанием был. Его покормили все дети. Как рассказывают сами самарцы, в зоопарк приходят с детьми не только посмотреть на питомцев, но показать, что животные и птицы требуют внимания и человеческой заботы. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов. События. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Отличного настроения и хороших выходных. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!